Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карт магии и наслаждений. Каждый день слушаю огромное количество женщин. Я сделала определенный вывод, что нужно сделать такой расклад. Называется, как манипулировать мужчины по знаку зодиака Дева, если он у вас появился. Потому что независимо от того, как мужчина Дева производит на вас первое впечатление, и вам хочется по своей детской наивности раскрыть всю душу, вы потом пожалеете миллион раз, что вы ему рассказали о себе, о своей семье, обо всем, что угодно. Потому что мужчина Дева, он очень внимательен к мелким деталям, он очень внимательен к тому, что вы ему говорите, он все запоминает. Он будет потом за вами следить, как бы этим укорять. И не только укорять, а он вам потом в дальнейшем создаст просто ап в отношениях, независимо ни от статуса, ни от внешности, ни от его рода деятельности. Поэтому давайте рассмотрим все-таки расклад. Будет это вам подсказкой, как управлять или манипулировать мужчиной, если у вас появился мужчина по знаку Зодиака Дева, да? И мы будем смотреть, как все-таки нам манипулировать, что нам карты подскажут. Потому что это единственный знак, который стоит на первом месте по, скажем так, психической неуравновешенности и истеричности. Итак, как нам управлять? Мужчина-дева пришел в вашу жизнь, чтобы вам преподнести урок. Этот урок будет заключаться в том, что у него всегда параллельно будет женщина, которую он будет использовать именно для своих манипуляций. Как это будет проявляться? Это будет проявляться в том, что он с вами будет сначала говорить на серьезные темы по поводу того, что он хочет с вами построить серьезные отношения. Вы в это, естественно, вникнете. И в том, что вы его очень привлекаете сексуально, да? И вы будете готовы с ним строить семью, не подозревая, что вас ждет дальше. Следующая карта говорит, что мужчина-дева никогда не будет принимать таких серьезных решений, которых вы ждете, да? То есть он может сказать, что я тебя люблю и готов жениться, и на этом тема закроется. И даже если вы будете ему дороги, он будет держать руку на пульсе, и все равно, пока вы за него сами все не решите, ничего не сдвинется. Почему? Мужчина-дева будет к вам приезжать и ночью, и днем, и звонить 33 раза, пока он заинтересован в ваших отношениях. И даже будет показывать вам страстный секс. Это всего только начало, чтобы вы в него влюбились. И дальше мужчина-дева будет готов строить с вами семью, и будет говорить о семье, о детях. Мужчинам-девам обязательно нужен мальчик, для того, чтобы, скажем так, семья не разрушилась, потому что мужчина-дева просто безумно любит мальчика. Он будет готов за вами ходить по пятам и ухаживать ради того, чтобы сбылись именно его мечты. И даже будет дарить дорогие подарки, бриллианты и машины, понимая, что вы роскошь, да, и нужно тратить деньги. Итак, как же все-таки управлять мужчиной-девой? Первое. На все его поведение, на все его косяки нужно его полностью игнорировать. Игнорировать настолько, чтобы он не спал ночами, не ел, и чтобы он проходил те уроки, да, что так поступать нельзя. Если вы этого не будете делать, он сразу смекнет, что вы ему дали зеленый свет, и тогда вы потом будете грызть постоянно яблоко ревности. Второе. Как же манипулировать мужчиной-девой? Естественно, сексом. То есть, несмотря на свой игнор, секса ему нужно давать максимум, да, сколько он хочет. В этом и проявляется женская стервозность. Манипулируйте им. Манипулируйте им всеми возможными способами. Какими? Манипулируйте им, что вы востребованы, и на вас могут смотреть другие партнеры, да, мужского пола. То есть, он не самый главный в вашей жизни ни в коем случае. Не говорите, что вы единственный, неповторимый, да, и что я люблю только тебя, потому что мужчина-дева сразу вам сядет на шею, свесит ножки. Возьмите его тут же под каблук, потому что практически 90% мужчин-дев, они подкаблучники, и ваша задача за первый буквально там месяц отношений быстро найти его слабые места и потом всю жизнь его держать на коротком поводке, иначе это будет все наоборот. Так, следующее. Как же манипулировать? Прикиньтесь маленьким ребенком, чтобы он о вас отечественно заботился, таскал сумки с картошкой, да, и бегал по магазинам. Следующее. Делайте вид периодически, что вы его слушаетесь, но при этом наблюдайте за ним. Как же он чувствует себя в этой ситуации? Потому что у мужчин-дев очень часто развиты садомазохистские наклонности. То есть им нравится издеваться над женщиной, чтобы она плакала. Как же нам еще манипулировать мужчиной-девой? Мужчиной-девой можно манипулировать, если вы самодостаточны, вы занимаетесь бизнесом, зарабатываете много денег. От такой женщины дева никогда не уйдет, он будет вами гордиться и будет у ваших ног. Это ваш такой козырь в рукаве. Мужчиной-девой можно манипулировать с помощью того, чтобы любить себя любимую. Тратьте деньги на салоны красоты, на спа-салоны, на одежду. Показывайте ему по вечерам новое кружевное белье, показывайте свои прически. Ему это всегда нравится, и он понимает, что он, скажем так, приобрел женщину, которой он будет дорожить. Что в это мы вкладываем? Мы вкладываем в то, что почаще показывайте, как вы в нем разочарованы. Тогда мужчина-дева будет стараться избавить ситуацию. Старайтесь с ним почаще встречаться, где-то в романтических местах, потому что мужчина-дева любит романтику, любит, когда ему это создает женщина. Как еще можно манипулировать? Манипулируйте так, чтобы мужчина-дева понимал, что он мужчина, что он должен зарабатывать много денег, что вы та роскошь, на которую деньги нужно тратить, и он должен научиться решать все проблемы. И в результате у нас мужчина-дева нужно манипулировать так, что когда он приезжает с работы, вы делаете уставший вид, что вы много тратили время на себя, на свою красоту и на все остальное. Вы очень хотите спать. Что подразумевается в том, что вы такая неженка, что у вас красивый маникюр, у вас такие ручки, вы не можете там ночью вставать и разогревать ему еду, что вы устали, и вы хотите выспаться, чтобы завтра видеть себя красивой. И тогда мужчина-дева построит с вами не только сексуальные отношения, но и серьезные отношения. Вот кому понравился такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашего мужчину.